всем доброго времени суток всем привет сегодня приготовим самое простое праздничное блюдо курицу с овощами с яблочками берем курочку такой у меня броллер киловосемьсот в ней можете два брать килограмм чека примерно ну такой размер и так берем овощи фрукты вот такой перчик болгарский небольшой пару яблочек зелененьких морковочка штуки две-три у меня по весу 200 грамм картофель ну я 10 почистила вот таких вот больше килограмма примерно кило 200 кило 300 этого достаточно будет сейчас мы все замаринуем и будем готовить у меня по чайной ложке все тут перец черный карри паприка подкопченая и кориандр чайная ложечка масло растительное сейчас мы вольем сюда у меня масло оливковое можете обычная растительная соль обязательно столовая ложка примерно вливаем масло растительное у меня оливковое 3 ложечки достаточно будет вот так вот специи на одну курицу много но я буду картофель мариновать этим этими же специями столовая ложка соли отправляем прямо в специи перемешиваем маринуем курицу все что останется примерно из специи чайной две ложки я буду мариновать картофель и так отправляю чайную ложечку сушеного чесночка обязательного, чуть не забыла. Перемешиваем. Можете пару зубчиков свежего чесночка. У меня достаточно отлично все получилось. И теперь маринуем курицу. По чайной ложечке на каждую сторону примерно буду добавлять. Берем чайную ложку специй готовых. Вот эту смесь. Вот эту вот. Выкладываем сверху на курицу. И внутрь положим чайную ложечку тоже. Вот так вот. И натираем курицу руками. Прям хорошо маринуем. Дадим помариноваться с полчасика. И этим временем мы нагреем духовку в 200 градусов Цельсия. Минут 15. Духовочку нагревать будем точно. Это самое простое, удобное, доступное блюдо для всех, мне кажется. На новогодний стол это просто будет классно. Сейчас все замаринуем. Накроем фольгой и отправим в духовочку. Час-час 10. Потом мы снимем фольгу и еще на часик дадим запечься курочке и картофелю зажариться. Это очень быстро, легко и просто. Вы не смотрите на время, что у вас оно все будет в духовке 2-2.30 примерно по времени. Но зато у вас будет свободного времени. Вы порежете этим временем салаты свои любимые. И вот и все. Итак, нарежем яблочки. На четвертинки можно порезать. И все это мы отправим вместе с картофелем. Яблочко одно порежем, отправим в курицу. И одно яблочко прям сверху вместе с картофелем. Вырезаем сердцевину вот так вот. Убираем семечки, они нам не нужны. Примерно на 8 частей достаточно будет. Вот так вот. Вот так. Можете апельсинчик порезать. Или солю немножечко яблоки. И теперь мы фаршируем яблоками курицу. Сколько влезет. Примерно одно яблочко должно влезть. Вот так закладываем. Ничего сложного. Вот как видите. Ну а теперь выкладываем все остальные овощи. Нарезаем морковку. Ну вот таким вот крупными кубиками. Или кусочками, как правильно сказать. Слайсами. Перец нарежем частей на 8 на 4, как вам удобно. Вот так вот. Крупно все нарезаем. А вот картофель нарезать я не буду. Я отправлю как есть целиком. Вот так. А теперь отправляю все это к картофелю. Все выкладываю обратно, закладываю в чашку. Берите чашку поудобнее, чтобы было вам удобно перемешивать. Больше я имею в виду размером. Вот тут у меня примерно 2 чайные ложки осталось специй. Этого достаточно. Отправляю все сюда. В овощи, фрукты. Добавляю еще чайную ложечку соли. Еще добавлю. И еще добавлю 2-3 ложки растительного масла. Вот так. А теперь все это перемешиваем. Хорошо руками. Маринуем. Очень вкусно, поверьте. Просто не передать словами. Вот так. Специи берите ваши любимые. Запомните черно-молотый перец и соль. Остальные специи по вашему вкусу. Выкладываем картофель так, чтобы курица не падала. Делаем такую подставочку. Вот так. И по кругу так картофель разбрасываем. Сверху выкладываем овощи и яблочки. Рецепт я оставлю под видео в описании. Также под видео найдете ссылочку на наш семейный канал, на инстаграм. Заходите и подписывайтесь. Ну что ж, мне осталось все выложить и все испечь в духовке. Вот так. Маринет, который остался, естественно, вливаем сверху. Никуда не выливаем. Сейчас закроем все фольгой. Дадим помариноваться с полчасика. И минут за 15 перед тем, как отправить духовку, мы нагреем ее 200 градусов Цельсия. Убедитесь, что духовка нагрета 200 градусов Цельсия. Накрываем пленкой и будем готовить ее час 20 под фольгой. А потом уже снимем фольгу и дадим зарумяниться. Где-то 50-60 минут у нас уйдет. Ну, просто будет красота градуса. Я не убавляю, так и оставляем 200 градусов. У всех духовки разные. Смотрите сами по своей духовке. Все, дадим постоять и отправим в духовку через полчаса. Прошло 30 минут. Духовка нагрелась у меня. Отправляю в духовку на час 20. Потом фольгу мы снимем. Прошел час 20 у меня. Отлично. Ну что ж, отправляем еще на часик. Дадим зарумяниться и будем подавать на стол. Всем спасибо за комментарии, за лайки и за ваши добрые пожелания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok